Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, посмотрим, что за новости у нас сегодня. Американский ракетный эсминец «Рос» вошёл в Чёрное море. Его сопровождают российские корабли. Цель операции – обеспечение безопасности на море и повышение стабильности в регионе. Так заявило командование 6-го флота США. Русские за ним следят. Патрульный корабль «Василий Быков». И разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. А старенький этот «Рос» он введён в строй в 1998 году. Длина 154 метра. На борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк» «Осрок» и «Стандарт-2». Да, хорошо, ну ладно. Так, что ещё у нас? 8 человек погибли в торнадо США. Ну вот у нас этот снегопад, да, у нас всегда краем как-то проходит. Вот, а торнадо были, да, Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама. Да, там постоянно торнадо какие-то есть жертвы. Ничего хорошего, конечно. Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей. У-у-у, я счастлив тебя любить. Филипп Теркоров обратился к Пугачёвой в день юбилея. Ну, да, надо же, интересно. Как на это Галтин прореагировал. Названа самая любимая у россиян песня Аллы Пугачёвой. «Миллион алых рус». 19% россиян выбрали. Интересно, интересно. Ну, конечно, что там ещё за песни? Что там ещё за песни? Вот он, рейтинг запросов. На втором месте старинные часы. На третьем айсберг. Нас бьют, мы летаем. Любовь похожая на сон. Орликина. Ну, в общем, да. Хорошей песни, слов нет. Так, чё у нас ещё тут имеется? Опа. Ну, вот подождите, с мусором. Тут вот ещё что-то президент. Путин поздравил с юбилеем певицу-народную артистку Аллу Пугачёву. Отметил вклад. Интересные комментарии. Пересидент поздравил перепевшую. Ой, вовремя надо уходить, Алла Борисовна. Ну, хорошо. Названы проблемы при утилизации мусора в России. Вот то, что я вам в прошлый раз говорил. С беговой дорожки. Да, операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей. Пофиг. Пофиг не платить. Что русские умеют лучше всего делать? Русские умеют лучше всего ничего не делать. Вот так вот. Я говорю, что это в конце концов приведёт Россию к хаосу. К бардаку. Русал и американский холдинг Brady Industries намерены построить прокатный завод США в штате Кентукки. Тут рядом, недалеко. Надо же, интересно. Стоимость проекта полтора миллиарда долларов. Да ничего они там не построят. Я что-то в это не верю. Следственный комитет возобновил расследование в отношении бывшего гендиректора Роснано Леонида Меломеда. Они начинали, потом закончили, потом срок прошёл. В общем, как-то так. Обвиняют в растрате 200 миллионов рублей. Да, это не так много. Там Чубайс миллиардами ворует. Вот смотрите, опять ДТП жуткое под Пензой. Ох, ох, ох. На 590-м километре столкнулись Лада Ларгус и грузовик. А грузовик-то там был автомашина МАЗ. Ну и, конечно, никого там не осталось. Вот эти Лады. Вот что мне нравится в Америке. Здесь очень крепкие машины, ребята. Очень крепкие, особенно американки. Ещё японки помягче, а американки очень крепкие. Ну ладно, не будем о плохом. Что тут у нас ещё? 10 российских знаменитостей, пострадавших от врачебных ошибок. Почитайте. Запомнили, да, заголовок? Интересно. Наталья Бальдо, правда, я её не знаю. Ну, в общем, короче, она коленку травмировала. И её, значит, послали к именитому московскому специалисту, которой поставил ей жуткий диагноз некроз костей. Вот она на протяжении трёх месяцев Наталья думала, что станет инвалидом. Горстями ела кальций, ходила с тростью. А потом супруг отправил её в Лос-Анджелес. Американские медики только посмеялись над заключением российского коллеги. И у неё были проблемы из-за дефицита массы тела. Ну, это не дефицит. Почему дефицит? Наверное, перья масса. Она, наверное, толстенькая была. А суставы не справлялись с интенсивной физической нагрузкой. Ну, так или иначе, некроз костей здесь ни при чём. Лариса Долина попадала. Стоматолог, когда вёл ей анестетик, задел сосуд, из-за чего у певицы развился массивный отёк лица, который не проходил несколько дней. У неё даже была дикция нарушена. Ну, и так далее, и так далее. Татьяна Татьмянина, это жена Алексея Ягудина, фигуристка. Ногу сломала. Вот. Делали ей операции несколько раз, а потом, в конце концов, пошла к немцам. А немецкие доктора сказали, что все операции, проведённые ранее, только нанесли вред её ноге. Ну, тут полно Ольга Прокофьева какая-то. Я их не знаю, нифига. Шура, Мария, Кирилл Андреев. Чё Кирилл Андреев? А, в 17 лет. А, это солист Иванушек. Думаю, откуда-то я его знаю. Иванушек Интернешнл. Он в 17 лет едва не лишился жизни. Ему поставили ОРЗ, а оказалось, у него был аппендицит. Нифига, да? Вот это нифига. О, сын даже Арбайкайте, Никита Пресняков, получил перелом ноги, вот. А медики не смогли диагностировать перелом, порекомендовав артисту использовать мазь. Ну, и, в общем, потом, наконец, сделали МРТ. У него откололась часть голеностопа. Нифига себе. Вот так. А что про простых говорить? Вот ещё интересная новость. Очень важная служба внешней разведки получит больше машин с мигалками. То есть едет машина, мигает, мигает. И так вот на борту написано «Штирлиц». Вот все они теперь, чтобы разведчиков сразу видели. Идиотизм. Суперджаб. У 40% россиян нет сбережений. Суперджаб – это какой-то сайт. 40% россиян не имеют никаких сбережений. Из тех, кто откладывает деньги, только 6% смогут прожить на сбережении больше года. Вот так вот. Нифига себе. В 2008 году 72% рассказали, что у них были сбережения. Опа. Надо же. Парусник Седов продолжает плавание. Туда его не пустили, сюда его не пустили. В Эстонию, в Польшу. Больше он не предполагает заходов в другие иностранные порты. Ну, чтобы не позориться. Ясен Пень. Стоимость создания спутниковой системы аналога проекта OneWeb выросла с 300 миллиардов до 500 миллиардов рублей. Да. Эти средства должны предоставить частные инвесторы. Но желающих пока нет. Речь идет о проекте, который разрабатывает дочка Роскосмоса Российской космической системы. Из-за чего подорожал проект в Роскосмосе, не уточнили. Еще какой-то проект, да? Вот интересно. Я вот вчера еще подумал, а сегодня вам скажу. Вот пилотный проект, вот часто пилотный проект. Про бедность я, по-моему, вчера говорил. Пилотный проект. Я только вчера понял, от какого слова пилотный. Не от слова пилот, а от слова пилить. Пилотный проект. Вот что такое пилотный проект. Понятно, да? Виза запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинах. Мне что-то сразу вот ассоциации. Заходишь в магазин, даешь карточку. Карточку, раз, у тебя все наличные оттуда снимают. Ну, иди дальше. Чего пришел? Иди. Как-то так, наверное, будет. В Японии назвали причиной развала СССР сухой закон. Да, во всем мире русских считают пьяницами. Алкоголь повлиял на судьбу России. Горбачев, возглавивший СССР в 1985 году, серьезно отнесся к тому, что алкоголь вредит производительности экономики. В связи с чем развязал антиалкогольную кампанию. Эта политика вылилась в трагикомедию. Перестройка забуксовала и так далее. И в конце концов СССР распался. Ну, может, и так. Японцы соображают в этом деле. Они тоже неплохо пьют, кстати. МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО. А что оно было разве? Ну, вот, в общем, МИД заявил. Да, им надо же о чем-то заявить. И вот интересная новость последняя на сегодня. Ну, то есть, на этот ролик. Силовые тренировки продлевают жизнь. Ребята, хотите посмотреть, как Путина поведут под суд в КАГе? Да, вот смотрите теперь. Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни. Исследования ученых из Бразилии. Короче говоря, у кого мышечная сила есть, выше среднего риск преждевременной смерти уменьшается от 4 до 13 раз. Всех переживем. Ну, ладно. Пока. До свидания. Доктор Влад с вами.